Добрый вечер! 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 Даже это будет неожиданно. Вот сидят рядом со мной два человека, которые задумали в Новый год выпустить новую газету. Это чудо или нет? То, что газета почти готова к выходу, это, конечно, чудо. Потому что, пожалуй, кроме нас никто в это не верил. И я даже слышал, что некоторые умные люди, по их прогнозам, наша газета должна выйти не раньше апреля. Но она выйдет в канун Нового года. Это будет своеобразный такой подарок наш, если его примут, конечно. И это, несомненно, чудо. И самое главное чудо, наверное, в этом году. Это будет чудесная газета? Ой, я, наверное, вас разочарую, Алексей. Я в чудеса не верю. То, что у нас выходит газета, это... Новый год. Пусть Новый год. То, что у нас выходит газета, это труд. И труд нашей, так скажем, сильной команды. Я не говорю о себе. Я говорю о том, о нашем коллективе. У нас в коллективе талантливейшие люди, их все знают. Это Даур Досибиев, Зина Савина, это Елена Елисеева. Это наше чудесное, вот это чудо, это чудесное приобретение, чудесная находка. Это Саша Багметов. С Сашей мы еще поговорим. У вас что, так-таки никакой веры в чудеса? Нет, почему? У меня есть. Ну, это такое семейное разделение. Знаешь, один верит, другой не верит. На том и стоим. А в какие чудеса ты веришь? Во всякие. Были примеры? Конечно, сколько угодно. Скажем, в 55-м году я родился, это разве не чудо? Ну что ж, принимается. И, кстати, насколько я знаю, ты, как бы так это стать, единственный поющий газетный редактор в нашем городе. Ну почему? Может и в Южном Казахстане кто-нибудь поет. Я не знаю. Я не знаю. Корректор А.Кулакова А теперь я вас хочу познакомить с еще одним посетителем, но я бы даже сказал, завсегдатаем арт-кафе. Этот человек принимал участие во всех наших телевизионно-артистических, если можно так выразиться, сборищах. Но я хочу вам его именно представить, потому что сегодня он выступает в новом качестве. Мы, так сказать, срываем покров тайны. Итак, Сергей Павленко. Раньше он был просто археолог. Впрочем, как и я. Но рынок многое меняет в нашей жизни. И сегодня я вам представляю Сергея как человека, который часто пугает вас по ночам. Во всяком случае, пугает тех, кто регулярно смотрит программу «Мистика» на Юмаксе. Сергей, ты человек, впрямую связанный с чудесами, порой даже с жутковатыми. Ты сам в них веришь? Верю. Честно, я верю во все чудеса. То, что может случиться абсолютно с каждым, и вещи совершенно непрогнозируемые. Ну, а с тобой что-нибудь случалось? Со мной случалось, сбывались предсказания. Случались сравнительно волшебные истории. Волшебство есть все. Волшебство есть падающий снег прямо на Новый год в Южном Казахстане. Волшебство есть красивая женщина, которая первая тебя поздравляет с Новым годом. И все эти чудеса случаются с нами. На сцене Петя Зиминс, наш чемкенский, чудесный, какой-то даже новогодний в чем-то музыкант. Петя Зиминс 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 просто не могла не навеять новогоднего чудесного настроения. Но в начале все-таки было слово, и слово это было Бог, и слово несут к нам поэты. Поэтому давайте поговорим с одним из лучших, на мой взгляд, чимкенских поэтов. Это Александр Багметов. Саша, как поэт, ты безусловно веришь в чудеса. Ну, естественно. Опять-таки, что называть чудом? Если называть чудом то, что люди не могут объяснить, то этого множество. Люди же далеко не всеведущие. Стихотворение Александра Багметова, новогоднее, радостное, устремленное в светлую даль. Ты спишь, тебе случайно снится пространство странности простой, где воздух раздвигают птицы и дышат рыбы под водой. А ты стоишь в хвальбе бульвара, бездумно открывая мир, бесцельная рабыня дара разочленительницы. Таин. Поймешь опасные причуды, присутствие наоборот. Забудешь где, куда, откуда. Вселен с ним чит водоворот. И вот, когда вся тайнь вселенной уместится в твою ладонь, ты станешь истинно нетленный. И вездесущий, как огонь, я, режиссер твоих нечаянных открытий, оборву главу от уст твоих, уже нечейных, свои свободно оторву. Сорвавшись, расплескав находку, бледна, растеряна, пуста. А теперь давай, хватай за глотку и требуй продолжения сна. Хотел бы пожелать всем людям этого города, всего земного шара, чтобы они не уставали удивляться этому миру и не уставали этот мир удивлять собой. Так мог сказать только поэт? Есть здесь человек, с которым просто нельзя не поговорить. Этот человек уже сотворил маленькое чудо. Он сотворил студию фонограф, в которую приходят вот так запросто пообщаться художники, музыканты, поэты, просто люди, те, кто любит искусство. Володя, ты уже сотворил одно маленькое чудо. Ну, а в какие чудеса ты веришь? Я сотворил не одно, я два чуда сотворил. У меня недавно сынишка родился, Гошка. Вот это тоже маленькое чудо для меня. Даже не маленькое, это большое чудо. Я его долго ждал. А если в отношении чудес, то для меня чудеса это такие. Когда ты в каких-то определенных светлых мечтаниях что-нибудь задумаешь, и это когда начинает притворяться по жизни, и когда ты видишь уже какие-то маленькие или небольшие плоды, результаты мечтаний, потом работы, и когда информация переходит и начинает материализовываться, тогда это действительно чудо. Стая птиц вьются у окна, у окна. Мне в руках синица не нужна, не нужна. А журавли, а журавли взмахнут рукой, и ты пойдешь на край земли за журавлем. Ты пойдешь за журавлем своим так далеко, А может быть, он рядом здесь рукой подать. Журавли всегда летают в небе высоко, И их никак, никак, никак нельзя поймать. Так и будешь ты всю жизнь за стаей журавлей Печаль свою тая смотреть из-под руки. Все равно на свете всех синиц они милей, Они нас тянут вдаль, тем высоки. Стая птиц вьются у окна, у окна. Мне в руках синица не нужна, не нужна. А журавли, а журавли взмахнут крылом, И ты пойдешь на край земли за журавлем. Если можно сказать, что в нашем арт-кафе бывает что-нибудь официальное, то официальная часть закончена. И пора немножко размяться. Всю эту передачу сопровождала чудесная музыка, которую исполнял Дозжан. А сейчас Дозжан предлагает всем немножко встать и покружиться в медленном танце. Субтитры подогнали Симон. Ну вот и все, наше арт-кафе закрывается. Я надеюсь, что вам было достаточно весело. Света вам, газа и тепла в новом году, дорогие чимкенцы. Ну а самое главное, побольше простых чудес, таких как любовь, таких как общение с природой, с друзьями, с близкими. Поверьте в них, и чудеса сбудутся. Ну а наше арт-кафе в новом году вновь примет вас к себе. Всего доброго, с Новым годом! Субтитры подогнали Симон.